Доктор медицинских наук Доктор медицинским отделением для лечения больных с острым коронарным синдромом Стационар номер один Люберецкой областной больницы Михаил Львович Гинзбург Здравствуйте, Михаил Львович Добрый день Ну, я знаю, что и, я думаю, многие наши телезрители, которые уже знают, что вы появляетесь у нас, как правило, обязательно в преддверии каких-то событий, дней, связанных с заболеваниями сердца И каждый раз, когда я задаю этот вопрос, в надежде услышать, нет, там, эта болезнь вышла на какое-нибудь там третье место А она по-прежнему на первом Да, я должен вам ответить, что действительно мы с вами очень часто встречаемся И встречаемся в преддверии Всемирного дня здорового сердца И, как вы понимаете, не зря выбран такой день Ибо действительно сердечно-сосудистые заболевания, несмотря на все меры профилактики, которые осуществляются в мире и в нашей стране в том числе Остаются на первом месте Они обуславливают не только смертность, но и инвалидизацию наших больных, число нетрудоспособностей дней И обуславливают вообще такую социальную структуру, прослойку больных, которые вынуждены лечиться постоянно И меры профилактики, именно вторичной профилактики уже у больных, у которых случилось сердечно-сосудистые события, они крайне важны Вот мы об этом и поговорим сегодня, но прежде немножко пару таких мифологизационных схем Если условно поделить человечество на два основных заболевания, ну, например, на те, кто болеет сердцем или у них есть предрасположенность Я сейчас не беру какие-то случаи врожденные И те, у кого сердце как бы до конца жизни работает нормально Можно так разделить условно? Или все подвержены после какого-то возраста сердечным заболеваниям? Любой из нас, любой гражданин этой планеты в период своей жизни имеет определенные заболевания, которые характерны для этого возраста Но, к сожалению, сердечно-сосудистые заболевания, они начинаются с рождения ребенка И в исследованиях было показано, что у младенцев, погибших от каких-то других заболеваний, не связанных с заболеванием сердца Уже имеются изменения в стенке аорты, которые называются липидные пятна И эти липидные пятна с возрастом и с естественным старением организма, они постепенно увеличиваются в объеме И из них формируется постепенно, это десятки лет, атеросклеротическая бляшка И когда с этой бляшкой что-то случается, у наших с вами пациентов, у жителей возникает либо инфаркт миокарда, либо мозговой инсульт Либо другие заболевания, о которых сегодня не надо говорить, потому что их значительно меньше Основными являются инфаркт миокарда и инсульт И поэтому я повторяю вновь, качество профилактики, которое начинается с юношеских, с детских лет А занимает ведущее место в профилактике в целом сердечно-сосудистых заболеваний Но я думаю, что вторую часть мы как раз посвятим именно профилактическим мерам Потому что мне кажется, что любой врач, тем более заслуженный врач, он в курсе, что когда уже приходит человек Который никому не прислушивался, ничего не делал, говорит, лечите меня А уже, как говорится, поезд ушел Поэтому во второй части мы поговорим о профилактике А сейчас я знаю, что вы как опытный специалист, естественно, внимательно следите за всевозможными, если как сказать, новинками Связанными с вашими коллегами, которые занимаются этой темой Насколько сегодня человечеству все-таки удается купировать сердечные заболевания Я имею в виду лекарственным способом, способом операционным И насколько это внедряется у нас Я представитель кардиологического направления И мне представляется, что кардиологическое направление в целом имеет самое наибольшее развитие во всем мире И вы знаете, что великие российские кардиологи, советские кардиологи Такие как Александр Леонидович Мясников, Евгений Иванович Чазов Это были признаны во всем мире Почему они были признаны? Потому что они как раз отвечали на многие вопросы, которые волновали ученых мира Касаясь, почему я говорю, что именно кардиология получила такое большое направление Потому что внимание международных различных обществ, правительств Было уделено именно этой проблеме Ибо оно занимает ведущее место, как мы сказали с вами, в смертности населения И получило развитие в последние 40-50 лет колоссальное Если вы помните, что в начале 60-х годов научились больных лечить хирургическими методами И в практику здравоохранения, лечения наших с вами пациентов Вошла операция аортокоронарное шунтирование И если в конце 90-х годов, я прекрасно помню, как говорили Ой, это такая трудная операция Человек выходит оттуда, уже заведомо инвалидом То сегодня эта операция, она стоит на потоке И обычно больного на седьмой, восьмой день уже выписывают из стационара Но на этом прогресс кардиологический не остановился Я имею в виду в плане инструментальных лечений Появились совершенно новые методы лечения Появились методы, какие они достаточно дороги Но они высокоэффективны И они малотравматичны Это методы рентген-васкулярной диагностики Это возможность проведения коронарографии Через небольшой прокол в лучевой артерии И установки пациентам стента, который расширяет сосуд И кровоснабжение сердца восстанавливается И если в начале 2000-х годов эта операция казалась чудовищной То сегодня эта операция доступна во многих лечебных учреждениях В том числе и в нашем лечебном учреждении Но если мы говорим о медикаментозной профилактике То и здесь кардиология шагнула очень далеко Очень далеко В начале... Я помню, когда-то был валидол Все говорили, валидол и все Если в прошлом веке были химически созданы Такие лекарственные препараты, которые получили название статины Это средства, которые препятствуют отложению вредного холестерина в сосудах К ним было совершенно различное отношение Кто-то считал, что это препараты, которые могут вызывать определенные побочные явления Мы же говорим... Или какие-то даже заболевания считалось То в настоящее время совершенно однозначно И все ученые говорят об этом И все клинические исследования Популяционные или рандомизированные клинические исследования Свидетельствуют в пользу и необходимости Приема этих лекарственных препаратов И сегодня десятки миллионов людей Принимают эти лекарственные препараты Европейское общество кардиологов А Россия Это ассоциированный член этого общества кардиологов Сегодня в рекомендациях, начиная от людей молодого возраста Показано в зависимости от уровня холестерина Приема этих лекарственных препаратов Иногда даже как бы заранее Да, как бы профилактика То есть показано сегодня И сегодня врач Врач, когда к нему приходит любой пациент Особенно лица старше 40 лет Обязаны определить у него уровень холестерина И ранжировать его либо в низкий риск Либо в умеренный риск Либо в высокий, либо в очень высокий риск И в зависимости от этого Врач обязан назначить ему эти лекарственные препараты Но исследования идут дальше И если на ранних стадиях говорили Что есть какие-то побочные явления То оказалось сегодня Эти статины являются профилактикой Например, рака молочной железы у женщин Эти статины являются необходимым условием Для назначения лекарственных препаратов Людей преклонного и старческого возраста Оказывается, они значительно уменьшают Риск развития старческой деменции И болезни Альцгеймера Они уменьшают инвалидизацию наших пациентов Это лекарственные препараты Направлены на одну сторону Лечения наших пациентов Но на этом не остановилось Появились новые лекарственные препараты Которые стали вводить два раза в месяц Для снижения уровня холестерина Для профилактики атеросклеротических процессов Они были крайне дороги А сегодня они уже входят в государство Взяло на себя эту функцию И полностью оплачивает нашему пациенту Пожизненно То есть фактически, грубо говоря, за 50-60 лет Это не просто рывок А это абсолютно новый уже подход К лечению сердца Да, потому что стали лечить не последствия атеросклероза А пытаются профилактировать его на ранних этапах Поймать его, что называется На ранних этапах Сегодня появились лекарственные препараты Которые внедряются в структуру, в генную организму человека И препятствуют в гену воздействию его на уровень холестерина Появились такие лекарственные препараты Которые вводятся всего один раз в полгода Вот это говорит, если мы говорим с вами о развитии кардиологической службы С одной стороны, это инструментально-хирургические методы лечения больных А с другой стороны, это медикаментозность А чего сейчас больше-то уже становится Если мы можем поймать развитие заболевания На самой ранней стадии Или даже еще до того, как оно может проявиться Если мы говорим об острых сердечно-сосудистых событиях Конечно, это лучше провести хирургическое вмешательство Но если мы говорим, что мы пытаемся влиять на ранних этапах развития больного Конечно, это медикаментозные методы лечения Но медикаментозные и хирургические невозможны без общечеловеческих методов лечения Которые включают диетические мероприятия, физические мероприятия Отказ от вредных привычек Нормальный образ, как сейчас говорят, здоровый образ жизни Ну вот в второй части мы поговорим еще о, естественно, конкретно Как профилактировать эту историю Тем более, что все, кто бывал в больницах Или сами находились, или посещали кого-то То тема сердечников, да, вот этого заболевания Она очень важна Потому что такой финальный вопрос первой части Как бы, вот вы говорите, лекарства, замечательно, все хорошо Инструментарий, все хорошо Но сердце по-прежнему может повести себя так, как ему захочется Вот в последнюю минуту Но мы знаем, когда, как там говорят, разрыв сердца Раз, на пустом месте Или это не на пустом месте происходит Нет Человек погибает от осложнений какого-то заболевания Просто не установленного, может быть, заранее им Разрыв сердца не так часто встречается Разрыв сердца – это осложнение Чаще всего, не чаще, а это всегда Осложнение острого инфаркта миокарда Разрыв сердца не случается в первый день инфаркта Этот человек уже болен И не меньше нескольких дней То есть он, либо он не вовремя обратился Либо заболевание у него, инфаркт, проектикает из-под воль Либо какие-то еще есть внешние причины Но просто так сердце не разорвется Единственный вариант бывает Это внезапная сердечная смерть Да Если бы слышали о нем То это смерть, которая наступает мгновенно Или человек не проснулся, он во сне умер Да, бывают такие виды смерти Но, к счастью, их не так много Но если вы это знаете То все правительства мира, все государства Все лечебные организации пытаются и на это повлиять Если вы помните недавний чемпионат мира Когда во время футбольной игры У одного из футболистов остановилось сердце Да, просто, да Вы помните, да, ему оказали Реанимационную помощь Коллеги Реанимационную помощь Он прекрасно выжил Он сейчас продолжает тренироваться Может быть, у него уже не такие большие интенсивные нагрузки Но немножко играет Ну, да, но он продолжает свою деятельность Он физически восстановился Да, но я хотел сказать Вот профилактика этой внезапной смерти Это и специальные аппараты Которые надо больному нанести электрический разряд И если вы знаете, что уже сегодня На многих железнодорожных вокзалах Все это есть В аэропортах устанавливаются эти аппараты Которые называются дефибрилляторы Ну и, кстати, хорошие авиакомпании И в том числе и железные дороги Ну, вообще, организации там перевозчиков Пытаются учить своих сотрудников Делать вот эту первую медицинскую помощь Оказывать Конечно Сейчас сделаем небольшую паузу Напомню, что у нас в гостях Заслуженный врач Российской Федерации Михаил Львович Гейнсбург Во второй части поговорим все-таки более подробно Как профилактировать Как говорят так врачи Профилактировать сердечно-сосудистые заболевания И напомню, что Это одна из таких важнейших тем Потому что, в общем-то, конечно же Врачи заботятся о нас Но вы тоже должны как-то приложить к этому Какие-то усилия Продолжение следует Напомню, что это программа Открытый диалог 29 сентября отмечается Всемирный день борьбы С заболеваниями сердечно-сосудистой системы День здорового сердца И все это еще происходит осенью А осень, мы знаем Это так как обычно начинаются Всякие осложнения Но если говорить о сердечных болезнях То тут, что называется, без шуток Они очень опасны И важно не допустить, чтобы они развивались Как это сделать? Об этом мы говорим сегодня Заслуженным врачом Российской Федерации Доктором медицинских наук Заведующим кардиологическим отделением Для лечения больных С коронарным синдромом Стационаром Мир-1 Люберецкой областной больницы Михаилом Львовичем Гинсбургом Михаил Львович, в первой части Мы поговорили так глобально И сложилось такое ощущение Что не то, что не так все плохо В мировой сердечной практике Но есть ощущение, что Мы побороли немножечко Вот эти ранние сердечные заболевания И, наверное, много людей вытащили Что называется, с того света Как говорят в таких случаях Без сомнения Да, но все-таки Давайте поговорим Уже коснулись этого в первой части Что нам-то самим делать И как тут врачи могут помочь Мы же призываем им Пройдите диспансеризацию То-то-то Как сделать так, чтобы поймать Вот этот самый основной момент И не то, что продлить жизнь человеку А сделать его жизнь Без сердечных болей Как можно дольше Что? С чего начинать? Как мы сказали в первой с вами части Что сердечно-сосудистые заболевания К сожалению, занимает и первое И, в общем-то, ведущее место В смертности населения всех стран мира И поэтому вопросы профилактики Конечно, они стоят на первом месте И в первой части я попытался показать Что, к сожалению, это заболевание Начинается в раннем возрасте И это было показано в радиоисследовании Поэтому профилактика Заключается в введении здорового образа жизни Тяжело же ввести Ну, что значит тяжело? Ну, вызовы еда, питание Вредные привычки Если вы обратите внимание Что сегодня Лиц, ведущих здоровый образ жизни Значительно больше, чем Два десятка лет того назад Ну, в частности Открылось очень много фитнес-залов Появились Даже посмотреть в масштабах нашего района Много бассейнов Где люди различного возраста Могут заниматься Появились специальные футбольные поля Где могут заниматься И вот если этим вопросом Регулярно отдавать должное внимание Если педагоги, начиная с начальных классов А еще лучше педагоги, которые работают В ясельных или дошкольных учреждениях Будут больше уделять внимание Здорового образа жизни То есть нашим детям Нашему будущему прививать этот образ жизни Тогда, конечно, человек И в юности И в зрелом возрасте Он будет выполнять Вот эти нормы Потому что если вообще Мы говорим о сердце И зачастую задают мне вопрос Михаил Леонидович, а что является Витамином для сердца? Да Витамином для сердца является Физическая нагрузка Наше сердце должно работать Биться Оно должно уставать И отдыхать Вот в этом залог здоровья Здоровья нашего сердца Соответственно И всей сердечно-сосудистой системы Поэтому Если вы Вы видите, что это действительно уделяется Есть проект Здравоохранение называется Который принят в Российской Федерации А проект этот Приравнен к закону И там стоит вопрос О снижении заболеваемости Сердечно-сосудистой системы И снижение к 2025 году Почти что в два раза И надо сказать, что Московская область Лидер в этом И она Значительно снизила Заболеваемость И смертность больных От острых коронарных В частности заболеваний Вот тут сразу Сейчас возникнет вопрос А как это удалось? Что в Москве И в Московской области Меньше болеют? Или просто весь инструментарий здесь Удачно подобран? И кадры? Отвечу Да Это связано с тем Что создана определенная система В Московской области Так называемых Сосудистых центров Если я могу ошибиться Но по-моему Сегодня их 21 На Московскую область Сделано это для того Чтобы бригады скорой помощи Могли своевременно Доставлять пациентов С острыми инфарктами Маккарда Или мозговыми инсультами В эти сосудистые центры Где в течение короткого времени Можно выполнить Жизни спасающие операции И если даже Эта операция Выполнена Не вот совсем уже В те нормы Которые Надо уложиться Пробки на дорогах Больной Не своевременно Вызвал скорую помощь Врач Тоже человек Там были какие-то причины Что он заподозрил А сразу не сделал То даже те операции Которые проведут С некоторой Срочкой Во время Временной Они приведут К снижению Летальности Они приведут К улучшению Качества жизни Но мы говорим С вами о профилактике Да И вы посмотрите Сегодня Практически В каждых Дворах В лесопарковых Зонах Открываются Фитнес Такие участки Беговые дорожки Беговые дорожки Турники Турники Различные Аппараты Для проведения Физических нагрузок И тренировок То есть Вот это Здоровый образ жизни Он индуцируется Молодому поколению И я думаю Что перспектива Достаточно высока А раньше Вот этого все-таки Не было Меньше Вы знаете Это было значительно меньше И вы посмотрите Продолжительность жизни В Российской Федерации Увеличилась Поэтому Это Отвинулся Пенсионный возраст Мы Сегодня Это Наблюдаем Часто Ну вот Тут еще Такой Возникает вопрос Что Некоторые считают Нынешний Здоровый образ жизни Так Опять же Называемый ЗОЖ Что это Некая такая Мода И она Может пройти Или Все-таки Вы считаете Что Большая часть Людей Которые Являются Представителями Вот Это Здоровый образ жизни Ну Просто Занимаются Этим Для себя Есть такая Опасность Что это Мода Потом Это Пройдет Я думаю Это Большая ошибка Вот тех Людей Которые Я знаю Прекрасно Тех Людей Которые Вот Это Так Называют Что Это Ошибка Я знаю Прекрасно Что Средством Массовой Информации В каких-то Публикациях Появляются Там Данные Что Вот Такой Человек Всю жизнь Пил Курил Гулял А умер Здоровым 100 лет Что Появляются Публикации Зачем Лечить Повышенное Артериальное Давление А мы Знаем Что Повышенное Артериальное Давление Это Самый Лучший Донор Для Заболевания Сердечно-сосудистой Системы Потому Что 90% Населения У которых Случаются Сердечно-сосудистые События Они Болеют Артериальной Гипертонией Ну Как Ее Не Лечить Я знаю Что Недавно В Социальных Сетях Появились Данные Зачем Лечить Повышенный Уровень Холестерина А Когда Это Известно Чем Выше Уровень Холестерина То Выше Летальность Смертность Этих Пациентов То есть Вот Так можно Скать Неграмотность Такая Ну да Вот то Что мы Нашим Детям Прививаем Здоровый Образ Жизни Мы Конечно Рассчитываем На Будущее И это Приведет К успеху Но правда Извините Я вас Два Слова Но Правда Надо Сказать Следующее Что Оказались На сегодняшний день Малоэффективна Просилактика Курения Вот Количество Курящих Людей Остается Очень Высоким Проблема Возникает Что Сегодня Женщины Молодые Девочки Девушки И Женщины Они Начинают Курить В раннем Возрасте И мы Сегодня Видим Что Те Женщины Которые Курят У них Инфаркт Случается Значительно Раньше Чем В целом Популяции И К сожалению Во всем Мире Потому что Табачные Компании У них Реклама Значительно Лучше И даже Сегодня Мы Видим Реклама Вредно Курить И при этом Нарисована Сигарета То есть Можно Сделать Такой Вывод Что Табачные Компании Несмотря На что Продолжают Влиять Это При том Что Стоимость Сигарет Выросла Невероятно Я говорю Как человек Который Когда-то бросил Курить Я помню Сколько тогда Стоило Сигарета Но есть Еще Вейпы Вот Так Непонятно Их запретят Не запретят И многие Уверены Но это Просто Такой Приятный Вкусный Дым Это Не Табак Они Опасные Да Риск Курения Тот же Такой Как От Курения Обычных Сигарет Или Сигары Или Папирос И Мы Ни в коем Роде Не можем Считать Что Это Заменяет Табачные Табакокурения И Совершенно Неэффективная Мера Профилактика Причем Особенно В кавычках Смешно Это Выглядит Когда Человек Позанимался Сходил В бассейн Пришел Домой Сел Где-нибудь И начал Вейпом Увлекаться Давайте Делать Подытожим Все То Что Мы Сегодня Рассказывали Напомню Что День Здорового Сердца И Мы Рассказали Сегодня Вы Рассказали Что Для Этого Нужно Сделать На Сегодняшний День Вот Если Мостик Такой В будущее Прокладывать На Чем Сейчас Работают Ваши Врачи Вы Что Еще Можно Придумать Для Того Чтобы Сделать Наше Сердце Таким Мотором Долгосрочного Или Все Таки Без Человека Без Самого Пациента Никак Не Сделать Мы Прекрасно Понимаем Что Существует Связь Науки И Практики Они Если Когда Их Рассматривать В Отдельности Эффект Будет Невысокий Касаясь Вопроса Дальнейших Каких-то Изысканий Которые Ведутся В кардиологии Они Продолжаются Без Сомнения Продолжаются Продолжаются Они В каком Направлении Ну Во-первых Это Хирургическое Направление И Это Тоже Мы Знаем Сегодня Частота Пересадки Сердца Значительно Увеличилась И Вы Помните Что Люди Которые Пересаживают Сердце А Есть Еще Больные Которым Дважды Пересаживали Сердце У них Продолжительность Жизни Увеличивается Это Вообще Фантастика Кажется Конечно Сегодня Пересаживают Уже Конгломерат Одновременно Сердце Предположим Легкие Это Одно Направление Трансплантология Которая Получает Дальнейшее Развитие И Будет Получать Это Как Замена Деталей В Автомобиле Да Капремонт Многие Сердечно-сосудистые Заболевания Связаны С атеросклерозом Как мы уже Сказали Но например И с атеросклеротическими Повреждения Клапанов Сердца И по Этому Направлению Тоже Идут Большие Исследования И я вам скажу Добились Большущих Результатов В частности Если На заре Или В прошлом Столетии Больным Ставили Вместо Его Клапана Искусственные Клапаны Они были Различные Клапаны Но они Были Не клапан Пациента Это были Тяжелые Операции Со вскрытием Грудной Клетки С рассечением Мышцы Сердца Устанавливается Определенный Протез И Человек Продолжает Жить И Продлевает Жизнь Значительно Я видел Больных Которые Прожили С клапанами Более 20 лет Это Плохие Когда То есть На заре Ставили Клапаны А сегодня Уже Совсем другие Но появились Сегодня Новые Клапаны Которые Ставят Нашим Пациентам Точно так же Как проводят Операцию Чрезкожного Коронарного Шунтира Стентирования То есть Через Прокол В бедре Или в руке Вводят Устанавливают Клапан То есть Это Быстрая Операция Это Атравматичная Операция И которая Спасает Наших Пациентов Сразу Увеличивается Качество Жизни Поэтому Наука В кардиологии Не остановилась Она Развивается И мы с вами Должны надеяться На колоссальные успехи Ну и конечно же Не забываем Что многое Зависит прежде всего От нас Потому что Либо здоровый образ жизни Либо болезни В том числе Болезни сердца Благодарю Заслуженного Врача Российской Федерации Доктора Медицинских Наук Заведующего Кардиологическим Отделением Для лечения Больных С острым Коронарным Синдромом Стационара Номер один Люберецкой Областной Больницы Где Можно сделать Даже самые Сложные Хирургические Не только Операции Связанные С сердечно-сосудистыми Заболеваниями Михаил Львович Гизбург Который Часто Приходит К нам И все Вселяет В нас Надежду Но только Все вместе То есть Врачи И пациенты Могут решить Эту проблему Спасибо вам Огромное Это была Программа Открытый Диалог С вами был Николай Певненко Не болейте Всего доброго